круг чтения последних последнего месяца или пару месяцев начала года январь февраль здесь зеленые книги а здесь разного цвета но с преобладанием синяя и красная вот это я еще не открывал толком немного открывал но не очень открывал я ее купил около библиоглобуса рублей за сто на улице здесь мне понравились зимние фотографии фотографии зимних рыбалок на озерах это не зимние это летние тоже летние но когда я ее просматривал там на улице мне прежде всего бросилась пара фотографий именно зимние рыбалки а это все я сейчас листаю это все были фото летние рыбалки но и тут конечно замечательные карты озер медвежьи озера это по моему по щелковскому направлению по щелковскому шоссе река волчина плеще его озеро в переславле озера в районе старой тропы интересно где же где же прекрасные зимние фотографии но вот одна но это не то это тоже не так которые вот рисунки зимнего под подлёдного лова да это просто удивительно где же вот рисунки есть а фотографии не могу найти а нет вот нашел вот мне очень понравилась эта фотография это в ближнем подмосковье в Косино у поселка Косино три озера белое, черное, святое но когда я покупал эту книгу было много снега там на улице и мне почему-то вот именно фотографии сразу попались на снегу рыбаки и это целая большая история с этим номером искателя где Шаламова, но другого Шаламова рассказ эстафета я целую работу с этим сделал описал как я сложно доставал этот номер Михаил Шаламов эстафета фантастический рассказ я читал его в 1986 или в 1988 году в Киасму у фрау Беннен на террасе и он оказал на меня сильное воздействие прекрасный рассказ о переносе принципа сознания через различные тела животных и насекомых через лес и потом уже я узнал вот это вот то, что Кабаков однажды сказал Пацукову когда тот попросил его как бы основные принципы своего творчества рассказать о них и он сказал, что ну вот представьте, что нас выбросили на какую-то планету в какую-то местность и командир нашего отряда он погиб при этом и остался я один и вот не знаю, что делать единственное, что я помню что он сказал ползти в сторону леса то есть полная неизвестность кроме того, что ползти в сторону леса и вот этот рассказ как раз как он уже по лесу перебираясь из одного его съедало там, скажем одно существо съедало другое его принцип сознания в виде чипа какого-то кроточного передавался другому и так он переходил из одного пункта лесного к другому через вот эти вот поедание тел но это собственно не требует особого объяснения тут можно только зачитать природа и непрерывный поток утверждаются как постоянные вследствие непрерывности несоставное и самосовершенное в сутре огромного барабана также сказано вследствие того, что порочат наставления Ататхагата Гарбхи и отбрасывают наставления о постоянстве Будды не выходят за пределы печалей и тут тоже можно прочесть после осознания того, что нет ничего кроме ума приходит понимание, что ум сам по себе тоже не является чем-то мудрые знают, что и то и другое лишено собственной сути затем, не удерживая ничего даже этого знания они придут к покою в сфере целостности а ум зависит от химии от биохимических процессов если плохая химия порождается ад хорошая химия порождается хорошее состояние сознания учение дзен бездомного кодо прекрасная химия бесполезность сова кироси какая польза от практики дзадзен практика дзадзен бесполезна пока она не проникнет в ваш толстый череп и вы не станете действительно практиковать дзадзен она бесполезна, по-настоящему бесполезна вот Серафим Чичагов у него две иконы есть на Большом Обыденском Большом Обыденском переулке в церкви, которая не закрывалась очень мощная особенно Христос мощная икона, большая на столбе там я видел ее а он принял надо сказать принял Сергия Строгородского послания там где он с властями как бы идет на мировую, на компромисс причем серьезная и несмотря на это его все равно его все равно расстреляли с 7 декабря 37 года тройка НКВД по московской области уже вынесшая в этот день несколько десятков смертных приговоров приняла постановление о расстреле митрополита Серафима почти 50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали ежедневно в течение нескольких дней на месте массовых казней в подмосковном Бутове 11 декабря 37 года с последней группой приговоренных был расстрелян и священно-мученик митрополит Серафим к месту казни его истерзанного пытками но не сломленного духом палачу принесли на носилках строгий ревнитель церковных традиций вдохновенный архипастор священно-мученик митрополит Серафим на 82 году своей благочестивой жизни мужественно воспринял смерть за верой в церковь это вот сильный конечно эпизод как 82-летнего старика на носилках приносят к месту расстрела и расстреливают его прям там лежачего и после этого конечно акции по павленского с поджиганием двери ФСБ где собственно и утверждались все эти приговоры о расстрелах посадках в ГУЛАГ это выглядит конечно шекспиром и Данте по мощи вот эта акция Виктор Стенджер бог и мультивселенная я ее целиком прочел с огромным удовольствием это новое относительно относительно новое теории космогонические мы мы уже знаем что за пределами нашей зоны видимости находится куда более обширная область пространства существует оценка что эта область содержит как минимум на 23 порядка больше галактик чем внутри нашего горизонта видимости а скорее всего гораздо больше отсюда получается по крайней мере 10 в 44 степени возможно обитаемых планет нашей вселенной иудейско христианско исламский бог кажется могущественным богом с точки зрения племен обитавших в пустынях ближнего востока которые его измыслили но этот бог недостаточно могущественен с точки зрения современной науки наше видимое вселенное можно сравнить с горстью песка в пустыне сахари модели включая в себя определенные симметрии и некоторые из этих симметрий могут самопроизвольно на нарушиться создавая крошечную ассимметрию величиной в одну сто тысячную эта ассимметрия приводит к появлению сложных структур таких как галактики звезды и планеты наша вселенная лишь одна из бесконечного числа вселенных составляющих безграничную и вечную мультивселенную а вот эта книга которая я непосредственно сейчас читаю перед сном каждый вечер это конечно страшное совершенно повествование амао его главная идея была это получить власть над всем миром собственно вся стратегия его существования заключалась в этом ну конечно ему это не удалось как и никому но в принципе это вот линия Александра Македонского Наполеона но с чудовищными жертвами на которые он абсолютно не обращал никакого внимания при его как бы вот правление в мирное время погибло насильственным путем 70 миллионов человек и он абсолютно не придавал этому никакого значения он с юности интересовался только смертью он говорил что самые интересные события в жизни человека это смерть потому что жизнь состоит вся из перемен из изменений и это самая сильная перемена изменения смерть может быть поэтому он так и относился к людям абсолютно не ценил их жизнь и вот это уже давно я тоже где-то купила может быть рядом с библиоглобусом и сделал тут такие вот наклейки потому что эта книга 77 года и тут лозунг 77 наклеен а в конце я наклеил тут шар потому что здесь в этой книге глава посвящена городу Дрезне а Дрезна это через одну станцию от Назарева где мы в 77 году тоже так даже когда была издана эта книга делали акцию шар и были такие слухи там дача Иры Наховой были такие слухи что утром жители Дрезне увидели как по реке плывет вот этот вот шар наш со звонком и они были очень удивлены этому и даже в местной газете Дрезны города появилась заметка о том что какой-то вот шар типа какие-то инопланетяне что ли в общем интересное было такое событие здесь конечно оно не описывается но здесь об этом городе Дрезна это по Казанской железной дороге за Павлова Посада это по Казанье и доставка и доставка а там я не знаю этого это это Субтитры сделал DimaTorzok